Глава 6. Биосинтез. Основа жизни, здоровья и долголетия. Лишнее все не полезно. Старинная есть поговорка. Если не в меру, и мед желчью становится нам. Если предыдущая глава была тайной за семью печатами, то это за семью десятью семью. Нам предстоит разобраться в немалом объеме информации по вопросам жизни, здоровья и долголетия. В кажущихся противоречиях увидеть элементы общности и на них построить единственное правильное учение о долгой и здоровой жизни, проиллюстрировав его примерами многовековой и современной практики. При желании, используя рекомендации, самому стать здоровым и долгоживущим человеком. Закон свертывания функций организма за ненадобностью и его противоположность закон тренируемости функций. Закон свертывания функций за ненадобностью гласит, если в процессе жизнедеятельности организма какая-то функция или орган не используется, то она или этот орган угасает вплоть до исчезновения. И действительно, практика показывает нам, что, например, полеты в космос, где сила тяжести иная, приводят к тому, что вполне здоровый человек, вернувшись обратно на Землю, не может полноценно передвигаться, ибо его организм отвык от земной гравитации и перестроился на более легкие условия невесомости. То же самое происходит с человеком, когда он длительно время оставался в обездвиженном состоянии. Такому человеку приходится заново учиться ходить, набираться силы, ибо мышцы атрофировались от долгого бездействия. Противоположностью вышеуказанного закона является закон тренируемости укрепления функций, который гласит, если в процессе жизнедеятельности организма какая-то функция или орган регулярно и интенсивно используется, то она или этот орган совершенствуется и укрепляется. Наглядный пример из практики – упражнения с тяжестями, которые приводят к росту мышц. При этом происходят не только количественные, но и качественные изменения в работающем органе. Так, качественное преобразование в мышцах выражается в улучшении их кровоснабжения, питания, дыхания, усиление ферментативных процессов, улучшение иннервации и так далее. А количественные – появление большого количества капилляров, запасание большего количества гликогенов, увеличение белковых структур и так далее. Как нам уже известно, человек при своем рождении в сжатом виде проходит последовательно стадии одноклеточного организма, многоклеточного, рыбы, земноводного, животного. То есть в вышеперечисленных стадиях на небольшой период времени появляются функции, которые в процессе дальнейшего развития угасают, находясь в атрофированном состоянии. Но впоследствии при умелой и упорной тренировке их можно сильно развить. В качестве примера приведем случай, который произошел на Пасху 1992 года в бассейне московской школы номер 20. Вася Разинников в возрасте 1 года 9 месяцев самостоятельно проплавал в бассейне 12 часов, самостоятельно выбрался из бассейна и пошел по бортику твердой походкой. А вот опекавший его в течение всего времени заплыва Игоря Чарковского, в первое мгновение пребывания на суше, друзья поддерживали подмышки. Феномен поразительной выносливости и способности к плаванию Вася приобрел благодаря ежедневным занятиям по специальной методике Игоря Чарковского. Поэтому водные механизмы у него не угасли после рождения, а наоборот продолжали совершенствоваться. Сам же Чарковский уже многое утратил в этом плане, поэтому ему этот заплыв дался гораздо тяжелее. Но в данном случае мы поведем речь совершенно о других механизмах, о клеточном уровне с его удивительными возможностями. Из главы 3 нам известно, что клетки нашего организма в первые 2 месяца жизни зародышевая стадия находятся в матке, где кислорода очень мало и используют бескислородный способ существования, анаэробный, питаясь за счет ферментативного разрушения окружающих их клеток материнского организма. При этом происходит очень быстрое деление клеток и рост зародышев. С 2 месяца и до самого рождения способ питания и дыхания становится иным. Появляется специальный орган плацента, через который осуществляется питание, дыхание и освобождение от всего ненужного. Сам плод находится в жидкой среде, получая кислород в 4 раза меньше, чем взрослый человек. В этот период клетки не так уже интенсивно делятся и, естественно, замедлен и рост тела по сравнению с предыдущей стадией. При рождении у человека еще раз меняется способ питания и дыхания. Если следовать логике вещей, то теперь наступают наиболее благоприятные условия для роста и развития организма. Пища через желудочно-кишечный тракт и кислорода через легкие поступает намного больше, чем предыдущие стадии существования. А клетки почему-то еще более угнетаются и за всю оставшуюся жизнь способны делиться 50-60 раз. Вполне естественно предположить, что на клеточном уровне прогрессивно происходит свертывание каких-то функций, которые отвечают за рост и обновление организма. Нам необходимо узнать, что это за функции и что их угнетает. Трансформация биосинтеза в процессе жизни человека. Как можно познать истину, не представляя себе механизмов или иных процессов, не ведя систематических наблюдений, не анализируя, не обобщая их? Так говорил Дильман, специалист по проблемам продления жизни. Теперь мы с вами по порядку начнем разбирать тех механизмов, которые проявляются и мощно функционируют в один период жизни и свертываются за ненадобностью или угнетаются в другой. Какие механизмы обеспечивают мощнейшее развитие в первые два месяца жизни? В каждой клеточке нашего тела заключена генетическая информация, достаточно для того, чтобы воспроизвести весь организм. Ну так ученые говорят. Поэтому, чтобы побудить клетку к делению, необходимо активизировать ее генетический аппарат, подать строительный материал и энергию. Изменения окружающей среды клетки в кислую сторону, в физиологических нормах в кислую сторону, запомните, способствуют накоплению в ней углекислого газа и азота в клетке, именно в клетке, которые являются не только строительным материалом, но и активаторами биосинтеза. Энергетическое поле материнского организма, которое наиболее сильно сконцентрировано в полости матки, непрерывно снабжает клетки растущего организма энергией, свободными электронами и активизирует генетический аппарат. В результате этого начинается мощный биосинтез. При этом углерод из углекислого газа преобразуется в углерод органических соединений, соединяясь с азотом, а две молекулы кислорода идут на дыхание. Образующиеся при разрыве кислорода с углеродом свободной энергии дополнительно усиливают биосинтетические процессы. Таким образом получается, что кислая среда в полости матки способствует накоплению в делящихся клетках углекислоты и азота, которых предостаточно в слизи, покрывающей стенку матки. Мощное хрональное поле, которое сконцентрировано в полости матки. И сама кислая среда активизирует генетический аппарат клеток до предела. Начинается процесс биосинтеза, который требует энергии и кислорода. Расщепляющийся углекислый газ дает свободный кислород для дыхания и энергию. Все процессы не только предельно активизированы, но и сбалансированы между собой. Совокупность этих факторов способствует быстрому и мощному развитию. Вышеуказанная информация подтверждается следующим. Первое. Вспышки чумы и холеры были связаны с изменением солнечной активности, что указывает на активизацию генетического аппарата микроорганизмов с солнечным излучением. Второе. Работы академика Гулова подтверждают усвоение углекислоты клетками при изменении кислотно-щелочной реакции в сторону кислой среды. Работы профессора Волгского тоже самое подтверждают и для азота. Вот тебе и закисление в некоторых случаях. Но закисление закислению рознь. Третье. Яйца, которые высиживает курица, не поглощают теплоту, а выделяют ее за 20 дней инкубации. Выделяется 380 калорий на грамм веса яйца. Роль курицы регуляторная. Поддерживать температуру, нужную для развития яйца, около 40 градусов Цельсия. Образовавшаяся теплота указывает на процесс выработки дополнительной энергии при расщеплении СО2 в процессе биосинтеза. Какие механизмы обеспечивают развитие организма от 2 месяцев до рождения? Теперь будущий человек представляет собой не просто группу делящихся клеток, а сложный организм, которым, в частности, подчинены целым. Уже нет нужды в безудержном делении клеток. Нужна целенаправленно гармоничная работа по развитию целостного организма. Биосинтез сильно притормаживается, но еще достаточно силен. А тормозят его следующие факторы. Первое. Раньше клетки были окружены кислой средой, а теперь плод плавает в амниотической жидкости, имеющей слабо щелочную реакцию. Второе. Кровь, которая окружала клетки плода, также далека от той кислой среды, которая была раньше. Третье. Приток кислорода с кровью и ощелачивание межклеточной жидкости ухудшает процессы накопления и фиксации в них углекислого газа и азота. В итоге угнетается генетический аппарат клетки, тормозится биосинтез, в результате чего клетки перестают быстро делиться. Четвертое. Централизованное поступление питательных веществ с кровью делает ненужным ферментативное расщепление их на поверхности мембран клеток. А внутри клетки атрофируются механизмы по выработке белка и других веществ из растворенных в протоплазме клеток газов, углекислого и азота. Зачем синтезировать белок внутри клетки, когда он поступает в нее из окружающей среды в виде аминокислот? Вот так незаметно, но верно атрофируется механизм выработки энергии и биосинтеза вещества внутри клетки из растворенных газов. Значит, здесь у нас предоставлены рисунки. Первое. Схематическое изображение процесса биосинтеза и энергообеспечения в клетках на зародышевой стадии. Второе. Схематическое изображение процесса биосинтеза и энергообеспечения в клетках на стадии плода. И третье. Схематическое изображение процесса биосинтеза и энергообеспечения в клетках взрослого человека. То есть, можете посмотреть, увидеть, в чем разница. Материал строго, ну очень строго научный. Я-то не очень могу такого сам додуматься, поэтому все строго научно. Зато мною из различных умных книг. Следуя логике развития, это и понятно, ведь продолжая интенсивное деление и наращивание массы прежними темпами, плод просто бы разорвал материнский организм. Поэтому переключение программы управления развитием организма с внутриклеточного уровня на внеклеточный, гуморальный и нервный, есть естественный и своевременный шаг, предусмотренный матушкой природой. Какие механизмы обеспечивают развитие организма от рождения до старости? Природа весьма мудро поступила, свернув до минимума самостоятельную роль клеток, подчинив их работу, рост и так далее, то есть генорегуляторный аппарат клетки, единому контролю, который осуществляется с помощью нервной и эндокринной систем. Нервная система стимулирует клетки и управляет им с помощью электрических импульсов. К примеру, от нервной клетки спинного мозга на периферию посылается в среднем до 50 импульсов в секунду. При этом в клетках увеличивается мембранный потенциал, что приводит к гиперполяризации. В свою очередь, гиперполяризация мембраны, чем бы она ни вызывалась, активизирует генетический аппарат клетки, который стимулирует биосинтез. В старости снижается количество посылаемых нервными клетками электрических импульсов, что приводит к угнетению биосинтеза. И если по какой-то причине поток импульсов прекращается вообще, то клетки атрофируются, что и наблюдается при перерезке нервов. Эндокринная система осуществляет свое влияние на клетки посредством гормонов. Мембраны клетки обладают специальной чувствительностью к разным гормонам. Оказывается, ряд гормонов вызывает гиперполяризацию клеточной мембраны, что приводит к активизации в клетках генетического аппарата и увеличению биосинтеза. Для себя отметим, что механизм нервной стимуляции клеток намного эффективнее гуморального. Ведь атрофия клеток происходит при наличии кровяного и прочего снабжения, но при отсутствии электрической стимуляции. Что приводит организм человека к болезням? Смена способа питания и дыхания, то есть через дрот и легкие, а не через плаценту, еще в большей степени отражается на внутриклеточном биосинтезе. Кислорода потребляется в 4 раза больше, чем в 2 месяца до рождения, а пища за счет своих ингредиентов, белков, солей, углеводов и так далее, резко меняет внутреннюю среду, которая омывает клетки. В результате угнетения внутриклеточного биосинтеза клетка теряет способность полноценно усваивать питательные вещества. Весь организм наводняется лишними белками, углеводами, солями и другими инертными и вредными веществами. Это приводит к тотальному ослезнению, накоплению жира, отложению веществ в виде плотных конгломератов, например, подагра, уменьшению активности клеток, потери воды. В итоге снижаются защитные и жизненные функции, создаются благоприятные условия для заселения организма бактериями и вирусами. Кислород, который поддерживает жизнь человека, одновременно токсичен. Например, помещение животных в атмосферу с повышенной 5-10 раз концентрации кислорода приводит их к быстрой гибели. Кислород токсичен не сам по себе. Дело в том, что в процессе его восстановления до воды образуются 3 реактивных соединения, свободные радикалы. Из-за повышенной реактивности эти вещества вступают в реакцию с биологическими макромолекулами, нуклеиновыми кислотами, белками, жирами, углеводами, изменяя их структуру. С изменением структуры эти вещества не могут полноценно выполнять свои функции. Возникает множественное повреждение в клетках, портится структура мембран, инактивируются ферменты, подавляется биосинтез, накапливается балластный белок, который в свою очередь ухудшает электронно-проводные свойства протоплазмы. Такие повреждения на клеточном уровне настолько велики, что приводят к болезням печени, атеросклерозу и раку. Из-за обилия загрязнений снижается чувствительность рецепторов гипоталамуса, главного регулятора внутренней среды организма, дирижера гормональной системы. Теперь для обеспечения нормальной обратной связи, которая лежит в основе всех регуляций и коррекций организмов, железы внутренней секреции должны продуцировать большее количество гормонов. Особенно это касается половых желез, которые к 45-50 годам вырабатывают половых гормонов в 5 раз больше, чем в 20 лет. Чрезмерное наводнение организма гормонами, во-первых, быстро изнашивает гормональный аппарат, во-вторых, гормоны, действуя по принципу всем-всем-всем, стимулируют бесконтрольное деление клеток, которые приводят к развитию самых разнообразных опухолей, особенно в тканях, наиболее чувствительных к действию этих гормонов. Например, половые гормоны наиболее стимулируют грудные железы, яичник, предстательную железу. И, как правило, в этих местах наблюдается наибольшее количество опухолевой патологии. Сделаем небольшое обобщение. Биосинтез – сложный процесс, в котором главенствующую роль играют три фактора. Стимуляция генетического аппарата, обеспечение энергией и питательными веществами. В процессе нашей жизни все они прогрессивно угнетаются. Генетический аппарат из-за изменений окружающей клетку среды в щелочную сторону. Уменьшение гиперполяризации мембран, повреждающим действием кислорода и вымыванием углекислоты. Уменьшение способности клеток вырабатывает энергию происходит из-за смены бескислородного способа дыхания, при котором свободная энергия образуется от расщепления СА2. Изменение внешней среды, богатой электрическими контактами амниотической жидкости, на суховоздушную. Снижение двигательной активности. Ухудшение усвоения организмом пищевых веществ выражается в том, что они поступают в виде сложных соединений в несбалансированном виде и обильном количестве. Все это надо вначале расщепить, сбалансировать между собой, удалить лишнее и вредное. Причем все это должно делаться ежедневно и по нескольку раз в день на фоне прогрессивно снижающихся энергетических и ферментативных процессов. Так постепенно, незаметно создаются условия, подрывающие наше здоровье и укорачивающие жизнь. Стимуляция биосинтетических процессов. Ознакомившись с ранее изложенной информацией, теперь значительно легче усвоит и последующее, которое углубит наше познание. Для того, чтобы многие важные моменты были ясны даже малоподготовленным людям, построим изложение материала в виде вопросов и ответов. Первое. Почему древние мудрецы говорили, чем быстрее человек скушает отведенное ему природой количество пищи, тем он быстрее умрет. При переедании у человека быстрее слущиваются клетки желудочно-кишечного тракта, которые также делятся ограниченное количество раз. В сравнении с клетками мышц они обновляются в 20-40 раз быстрее. Такое быстрое деление напоминает процесс выгорания изнутри. Особенно это усиливается при приеме белковой пищи, которая требует сильных пищеварительных ферментов, обладающих большой повреждающей способностью на клетки слизистой оболочки. Помимо этого, организм быстро теряет чувствительность к пищевым веществам. Он их прогоняет через себя транзитом, попутно ускоряя все обмены веществ и зашлаковывая организм. Второе. Почему древние мудрецы говорили, чем быстрее человек израсходует отведенное ему количество воздуха, тем быстрее умрет. Быстро дышащий человек резко вымывает углекислоту из организма. От ее недостатка угнетается биосинтез, хуже усваиваются питательные вещества. Организм борется с этим явлением с помощью спазмов верхних дыхательных путей и кровеносных сосудов, а также усиленной выработкой слизи. Все это приводит к астме, гипертонии, ослизнению организма, плевритам, атеросклерозу и так далее. Быстро и глубоко дышащий человек не живет, а катастрофически быстро разрушается. Третье. Почему древние мудрецы советуют трудиться физически до появления легкой испарины, а не до пота? Вся информация развития от половой клетки до целостного организма заключается в молекуле ДНК. К наиболее существенным внутренним факторам повреждения ДНК относится тепловое и свободно-радикальное воздействие. При интенсивном физическом труде поднимается температура тела и увеличивается генерация свободных радикалов. Согласно расчетам Веленчика, скорость спонтанного повреждения от вышеуказанных факторов составляет одно повреждение ДНК в секунду. При интенсивном физическом труде она значительно возрастает. Чтобы избежать повреждений, клетка начинает быстрее, чем обычно делиться. Деление клетки есть не что иное, как обновление структур и метаболических циклов, что восстанавливает ее уровень жизни и ликвидирует предшествующие возрастные изменения. Но в связи с тем, что клетки организма делятся около 50-60 раз, быстрее исчерпывается и лимит делений, а следовательно и жизнь. Четвертое. Почему половое воздержание способствует увеличению продолжительности жизни? Активная выработка половых гормонов, возрастающая к климактерическому периоду в несколько раз, снижает чувствительность гипоталамуса и стимулирует развитие из-за гормональной дисгармонии разнообразные заболевания. Это, естественно, влияет на продолжительность жизни. Опыты на животных, убедительно продемонстрированные оракеляном, показали, что голодание способствует очищению внутренних средств организма и восстановлению чувствительности гипоталамуса. А половая активность ведет к закислению внутренней среды, кетоацидоз, ослаблению генетического аппарата. Поэтому естественное половое воздержание значительно продлевает жизнь животным. Все вышепроведенные четыре ответа указывают на то, что аскетический образ жизни, то есть без излишеств, способствует качественному и количественному увеличению жизни. Современная концепция режима ограничений и нагрузок проповедует то же самое. Поэтому аскетизм высоко почитался древними мудрецами и почитается умнейшими людьми современности. Пятое. Почему домашние животные живут меньше диких, а впадающие в спячку дольше не впадающие? Дикие животные живут дольше своих одомашненных собратьев потому, что ведут более подвижный образ жизни. Естественно питаются, что умеренно активизируют процессы биосинтеза. Вялый образ жизни, неестественное питание, наоборот, ухудшают процессы биосинтеза, естественно и укорачивают жизнь. Периодическое впадание в спячку сильно замедляет все виды жизнедеятельности. Стимулируются процессы регенерации генетического аппарата в ядрах клеток. Нет сильных повреждений от свободных радикалов. Все это позволяет таким животным значительно увеличить продолжительность жизни. Шестое. В Библии написано, что Мафусаил прожил около тысячи лет. Может ли быть такое? Чтобы дать исчерпывающий ответ на этот вопрос, нужно знать основополагающие принципы, которым подчиняются происходящие клетки процессы биосинтеза. Каждая клетка сама синтезирует для себя белки, нуклеиновые кислоты, жиры, сложные сахара и другие вещества, а не получает их готовыми из внешней среды. Например, находящиеся в мышцах гликоген, животный крахмал, синтезируются в мышечных клетках, а не приносятся кровью из печени. Каждый этап биосинтеза катализируется отдельным ферментом. Некоторые этапы последовательности биосинтетических реакций не требуют доставки энергии извне, хотя в целом процесс биосинтеза клетки нуждается в притоке энергии извне. Исходным сырьем для процессов биосинтеза служат сравнительно немногие вещества. Вода, углекислый газ, азот, микроэлементы и простые сахара. Процессы синтеза – это не просто обращение тех процессов, в результате которых происходит расщепление данной молекулы. Расщепление и синтез любой сложной молекулы осуществляется с помощью различных ферментов, а также регулируется при помощи различных, обособленных друг от друга механизмов. При быстром росте клетки приходится расходовать большую часть всей вырабатываемой в ней энергии на процессе биосинтеза, в особенности на биосинтез белков. Из 100% энергии, затрачиваемой клеткой на биосинтез, примерно 90% уходит на построение белков. Как известно, пищей мафусаила являлись абрикосы и дикий мед. Согласно положению номер 4, исходным сырьем для биосинтеза могут быть простые вещества. Так мед поставляет для нужд биосинтеза микроэлементы и простые сахара, плюс все необходимые к ним ферменты и витамины, что облегчает их усвоение. Абрикосы дают легко усваиваемые сахара и воду, поставляют в обилии биогенные элементы, особенно калий и натрий, такой пропорции, которая стимулирует умеренные жизненные процессы со смещением и в сторону малокислородного потребления. В незначительном количестве эти продукты содержат аздотистые соединения. Согласно положению номер 1, такое питание стимулирует к работе механизм по выработке полноценных белков из углекислоты и азота, а также заставляет на полную мощь работать механизм по выработке из углеводов, животного крахмала и жира. Согласно пункту 3, одна часть энергии для биосинтеза получается в самой клетке при расщеплении СО2, а другая часть поступает изне в виде легко усваиваемых сахаров. Если человек питается как обычно, то есть крахмалистый хлеб, картофель, белковый мясо, творог, яйца, жирный сало, масло, жир и сладкий сахар, варенье, повидло, пищи, то на клеточном уровне происходят следующие процессы. Во-первых, сворачивается природный механизм биосинтеза, основанный на превращении из воды углекислого газа и азота сложных белков и обеспечивающий клетку всем необходимым. Зачем его использовать, когда из окружающей клетки среды поступают уже готовые сахара, жиры, белки и так далее. Повторно запустить этот внутриутробный механизм биосинтеза весьма сложно по следующей причине. Согласно общебиологическому положению один ген, один фермент, одна реакция, каждая биохимическая реакция в процессе развития и жизнедеятельности организма осуществляется особым ферментом. А этот фермент контролируется единичным геном. Рассвернувшись за ненадобностью, гены переходят в неактивное состояние и больше не контролируют процессы выработки ферментов, необходимых для осуществления биосинтеза углекислого газа и азота. Этих ферментов уже нет в клетке. Теперь жизнедеятельность клетки полностью зависит от непрерывного поступления веществ из них. Если по какой-либо причине клетка недополучила нужных ей веществ, она уже самостоятельно не может их синтезировать. Это касается незаменимых веществ и начинает страдать от этого. Такой организм попадает в полную зависимость от внешнего питания, которое должно быть полноценным, насыщенным витаминами, аминокислотами и сбалансированным. Не столько по белку, жиру, на такое-то количество белка, жира и так далее должно приходиться столько-то витаминов, минеральных веществ и так далее. Это как раз относится к сбалансированному питанию. Во-вторых, организм на расщепление пищевых веществ до мономеров тратит огромное количество энергии и пластических веществ. В работе пищеварительного аппарата задействовано огромное количество мощнейших механизмов, которые грабят организм. Посудите сами. Согласно положению номер 6, при быстром росте и делении клеток приходится расходовать большую часть вырабатываемой в клетке энергии. Время полного обновления клеток с желудочно-кишечного тракта у человека колеблется в пределах от 6 до 14 дней. Белки печени обновляются через 14-20 дней. Если человек часто кушает, то все эти процессы протекают еще быстрее. И получается, что обильно потребляя пищу, человек работает в основном на обеспечении энергии клеток желудочно-кишечного тракта, да и усвоение пищи в основном расходуется на восстановление слущенных клеток слизистой оболочки. Для сравнения, клетки мышц обновляются полностью за 360 дней. В целом белки тела обновляются за 160 дней. Если учесть, что клетки желудочно-кишечного тракта также делятся в течение жизни только 50-60 раз, то пища, особенно белковая, требующая сильных пищеварительных ферментов, которые наиболее повреждающе действуют на клетки слизистой оболочки, стимулирует скорость деления, усиливает реакции специфически динамического действия пищи и очень быстро укорачивает нашу жизнь. Мафусаил поступал очень мудро. Он не затушил природный биосинтез из СО2 и азота, питался легкоусваиваемой и наименее повреждающей желудочно-кишечный тракт пищи. У него отсутствовала аутоинтоксикация, возникающая от обычного смешанного питания. Ферментативные системы работали только на синтез, от простых веществ к сложным. Отсутствовал громоздкий механизм по предварительному расщеплению сложных веществ, крахмалов, белков, жиров и так далее на простые составляющие вещества. Вот эти факторы позволили ему значительно продлить жизнь. Однако в целях истины замечу, я ошибся. Под акридами, поняв, что это абрикосы, акриды это кузнечики. То есть Мафусаил питался кузнечиками, которых там в степи было много, и диким медом. Так что отсюда можете делать выводы. Как видите, в основе феномена долгожительства лежит простая физиология, соблюдая которую каждый может значительно повысить качество и продолжительность жизни. Кстати, все великие святые, Сергий Родонежский, Серафим Саровский, великие ягины, мастера цигун, обязательным образом возрождали свой первозданный биосинтез и употребляли крохотное количество простой пищи. В результате сильнейшим образом возрастает чувствительность человека и возникают сверхнормальные способности. Седьмое. Нельзя ли провести пример перехода на природный биосинтез из СО2 и азота? Прекрасным примером является жизнь Порфирия Корнеевича Иванова. Переход на такое питание он начал самопроизвольно, толком не вникая в происходящие процессы. Сначала он голодал в неделю-сутки, изредка по несколько суток подряд, регулярно занимался физически, бегал, обливался холодной водой, которая стимулирует генетический аппарат, вызывая гиперполяризацию мембран. А мы знаем, что гиперполяризация мембран как раз и влияет на деление клеток. В питании он долгое время никаких норм не придерживался. Затем он постепенно увеличил количество времени, проводимого без еды. До двух, а затем до четырех суток в неделю. Как он вспоминает, аппетит стал волчий, но я терпел. В самый последний период жизни, на девятом десятке лет, он перешел на питание только раз в неделю, по воскресенью. В этот период он старался есть только фрукты, изюм, и говорил, природа позволяет кушать только фрукты. Примерно сорок лет, пока он занимался по своей методике, он питался как всем, борщ, колбаса, яйца, молоко, хлеб и так далее. Затем употреблял только молоко и вегетарианские продукты. И только затем фрукты. Такая программа постепенного перехода на природный биосинтез у него растянулась на 50 лет. Зная вышеуказанные особенности, а также нюансы, изложенные в дальнейшем описании, вы при желании можете значительно сократить этот срок, запустив природный биосинтез в своем организме. Согласно утверждению Иванова, у него уже в начале практики стали появляться ситхи, то есть совершенства. Вот как он рассказывал об этом сам в стихотворной форме. За горами, за лесами, за широкими морями нонче было или давно знает солнышко про то. Еще в юго знает ветер, знают взрослые дети. Только утро настает, а учитель в путь идет с непокрытой головой, не обутая ногой, только трусики на нем, без рубашки, босиком. Грудью ветер рассекает, а метель над ним играет, смело пост не уступает, след ногой не оставляет, а бывало в море входит, глаз с него никто не сводит, вдруг исчез, ушел на дно, ждут, волнуются давно, час прошел, второй проходит, он из моря вдруг выходит, рад вас видеть, говорит, а народ стоит, молчит, он на воду спать ложится, и храпит, так сладко спится, а волна его плескает, ветер песни напевает, и колышет еле-еле, как младенца в колыбели. Дальше сказ такой мальчишки, не прочтете это в книжке, говорят, что это было, трое суток ливнем лило, затопило все в округе, что творилось, ужас, други, плачут старые дети, будто стонет все на свете, плачут все, мужья и жены, все смешалось, крики, звоны, вдруг учитель появился, и народ весь удивился, только рученьку поднял, ливень сразу тише стал, постепенно затихал, и совсем вдруг перестал, говорят, такое было, солнце яркое палило, сжечь посевы все грозило, а без хлеба плохо было, но учитель вновь пришел, взглядом небо обошел, только рученьку поднял, свод небесный задрожал, поплыли по небу тучи, хлынул дождь на землю скрути, напилась вода досыта, и от пыли все умыто, а еще такое было, двое суток море выло, шторм сильнее поднимался, плач детей не унимался, камни с крохотом летели, люди все ведь онемели, как учитель появился, шторм на море прекратился, только рученьку поднял, ветер тише, тише стал, постепенно затихал, гладь морскую обнимал, все учителя любили, на совет к нему ходили, а совет его таков, чтобы каждый был здоров, молодых отдай в учение, старикам везде почтение, и чтоб каждый был здоров, не боялся холодов, утром, вечером мыть ножки, один день не есть ни крошки, даже каплю в рот не брать, чтоб болезнью не страдать, это из книги «История Паршика», составленная Пичугиной, Воронеж, 1991 год, а вот другой пример, рассказанный севастопольцем Евгением Яловым, «Сотка», это 100-километровый пробег, примечание автора, «Сотка», 100-километровый пробег, в Одессе для меня святое дело, однако в этом году думал пропустить, мало тренировался, но буквально за 5 дней до отъезда, меня завел товарищ, и я поехал, и случилось чудо, я не только пробежал, не переходя на ходьбу, 100-километров, более того, на следующий день, не ощущал обычной боли, в суставах и мышцах, как потом выяснилось, даже перекрыл норматив, мастера спорта, для возрастной группы, 65 лет и старше, пробежал за 1 час 18 минут, анализируя результаты, пришел к выводу, новый уровень выносливости, связан с моим переходом на вегетарианское питание, но вегетарианство, вегетарианство рознь, смотрите том 1 целительных сил, вегетарианство мое, состоялось в августе прошлого года, в альпийском лагере, Джайлык, на высоте 2,5 тысячи метров, в ущелье Адерсу, под руководством, Галины Сергеевны Шаталовой, в этих двух примерах, нет ничего удивительного, и сверхъестественного, самое главное, это упорство, и правильность, включения, природных механизмов, уже имеющихся в нас, но не активных, в данный момент, при правильном подходе, эти механизмы, активизируются, в каждой клетке, активизируются, совершенно другие гены, разворачивается, совершенно другая, программа развития, возникают, совершенно другие, регуляции, и многое, многое другое, что в итоге, приводит, того же человека, к потрясающим, результатам, и феноменам, восьмое, какие методы, улучшают, биосинтез, в организме, первое, длительный, умеренный бег, в результате, которого, возникает, дыхательный, компенсированный, ацидоз, он, в значительной степени, обеспечивает, повышенную фиксацию, СО2, клетками организма, если бы, у марафонца, не сработал, этот эффект, то его, жировой клетчатки, не хватило бы, и на полпути, у людей, правильно питающихся, без животных белков, во время бега, дыхательный, ацидоз, наступает, значительно, скорее, и функционирует, качественнее, второе, дыхание, по системе, бутейка, которая есть, разновидность, йоговского, третье, голодание, способствует, накоплению, крови, кетоновых, тел, и закислению, за счет, этого, клетки, накапливают, СО2, и азот, активизируется, генетический, аппарат, и усиливается, биосинтез, такая, кислая, среда, крови, сохраняется, несравненно, длительнее, чем, при дыхательном, ацидозе, поэтому, голод, лучше, восстанавливает, организм, четвертое, кратковременно, резкое, снижение, температуры, тела, то есть, обливание, ледяной, водой, приводит, к гиперполяризации, мембран, и активации, генетического, аппарата, гиперполяризация, происходит, за счет, конвекции, плазменного, тела, когда на место холодной плазмы, возле кожи из глубины, поступает теплое, что образует сильный электрический ток, пятое, под данным работ академика Гулова, фиксация СО2 клетками усиливается, при применении многих микроэлементов, и ряда ионов, калий, магний, марганец, улучшают процессы фиксации и биосинтеза, натрий кальций, наоборот, уменьшает, мумие, содержит почти весь спектр микроэлементов, улучшающих биосинтез, упаренная до 1,4 первоначального объема урины, также способствует этому, из растений подобными свойствами обладают, золотой корень, элеутерокок, женьшень, диаскорея кавказская, 6. Разрушение ткани организма, протоплазмы клеток во время физической нагрузки, потеря крови или удаление части органа во время операции и т.д. 7. Подсаживание ткани под кожу, метод Филатова, или массирование тела упаренной урины, а также прием ее внутрь. 8. Если посадить человека в мешок, наполненный СО2, то клетки кожи будут хорошо усваивать углекислый газ из них. Пребывание в горах на умеренной высоте также стимулирует биосинтез. 9. Красный поток лазерных лучей обладает местным регенерирующим эффектом по принципу гиперполяризации мембран. Этот же эффект можно получить простым наложением рук на больное место или на очах. Концентрация внимания, бесконтактное массажем, создание мысленного образа. Общий вывод. Прежде чем перейти к практической части, где подробно описаны методы и механизмы воздействия оздоровительных средств, заострим свое внимание на следующем. Согласно закону свертывания и тренируемости функций, необходимо постоянно работать над поддержанием, а лучше совершенствованием должного уровня биосинтетических процессов в клетках. Это будет пятым законом оздоровления. Причем необходимо придерживаться золотой середины, умеренности и регулярности. Помните, вялое, нерегулярное стимулирование биосинтеза в клетках не дает нужного эффекта. Чрезмерно сильное быстро исчерпывает лимит деления. В основном мы выгораем изнутри за счет чрезмерно быстрого деления клеток желудочно-кишечного тракта. Нам надо изменить питание, перейти на качественно другие продукты и сократить количество приемов пищи. Далее, включить природный биосинтез из углекислого газа и азота. Это позволит нам резко улучшить качество жизни и ее продолжительность. Это надо не только понять, но и по мере сил воплощать в жизнь.